Если на годовщину присоединения Крыма нет публичных обещаний его защитить, что это означает? Что он не хочет на себя брать только ответственность, проотвечаться не хочет. Значит, мысленно что? К обороне он уже готовится, а где оборона, там и допуская мысль о том, что мы оставляем Крым. Не очень-то и хотелось, скажут они крымчан. Понимаете, да? Народ, услышьте, услышьте, еще раз построим эту цепочку. Крым – это жемчужина в короне Путина. Это венец его 22-летнего правления и, там сказать, квинтэссенция его политики. Он в Российской России ведет крупнейшую войну со времен Второй мировой. Как они говорят, войну за выживание. Сейчас. Это же хриторика, правильно? Конечно. Они роют окопы по Крыму, ставят на долбы, выдал бы и третий вид противотанковых препятствий. Так вот, и при этом, значит, он открывает школу искусств. Вы там все озабочены, не полетят ли Химарта завтра на голову, и будет ли цел Крымский мост. Какую пресную воду, где мы ее будем брать, и как это удастся ли всем эвакуироваться на кораблях, он не говорит ни слова. Что он будет вас защищать, помогать, что вы не пропадете, что вся мощь чего-то, не знаю, мобилизованных станет на вашу. Вместо этого российское телевидение центральное переполнено повесткой взятия Константинополя. Переполнено повесткой чего там, значит, нам плевать на орден, ракеты полетят. Что же ракеты там летят в столицу того государства, которое арестует Путина, если... Ну вот непосредственно опасность Крыма. Окопы же просто так никто не роет, правильно? Региональную группировку сил, сил средств не создают. Там же создали региональную группировку, достаточно приличную, потужную, для того, чтобы... А сколько она там? Ну там разные цифры называются, но даже там... Но как бы несколько десятков тысяч военнослужащих, 90 самолетов, 60 вертолетов, все дела, да. Ну 20-30 сейчас, 25-35. И их не бросают под бахмут, где они очень нужны, или на угледар. Они там Крым охраняют. И вот ты, как бы, тебя, грубо говоря, пинцетом уже лезут изымать жемчужину, да, хирургическим. А ты даже не пытаешься изобразить, что ты будешь сопротивляться. И жителям этого кармана, куда тебе полезли, объяснить, что вообще-то вы неприкосновенны, можете не волноваться. Это, кстати, ответ нашим, которые переживают сильно за страшное ядерное оружие в Крыму. Так вот, сценарий у меня будет таков. И вот точно так же считают в России. Они, вернее, в Кремле, они точно видят, куда мы ведем. Мы настойчиво, внимание, вместе с Западом, настойчиво ведем ситуацию, когда украинская армия выходит на границы Крыма, и по Крыму начинается массированное огневое воздействие. Массированное огневое воздействие. Понятно, что мирных мы трогать не будем, мы сделаем все, чтобы в них не попало. Но когда начнут рваться стратегические склады с боеприпасами, аэродромами, тонуть корабли, как мы понимаем, да. А еще что-нибудь случится с Крымским мостом, я так понимаю, что настроение мирным это не добавит даже никак. Начнется исход бегства, паника в Крыму, огромная. И в это время Владимир Владимирович, наш арестант, подстанет на чем, перед каким выбором? Или поднятие ставок, или уход из Крыма. Никаких других вариантов не будет, потому что мирные переговоры. А поднятие ставок, понятно. Ядерное оружие, да. Так вот, да, потому что другие варианты исключили переговоров, не может быть после выдачи ортера, не может быть. То есть, или эскалация, или деэскалация. Так вот, где же страшная риторика про применение ядерного оружия, что мы всеми силами и средствами. Мы такой риторики наслышались, что будем применять все, он сам это говорил два месяца назад, выступая, что мы будем все меры используем. Российская пропаганда это понесла. Где же она? Где эта страшная риторика? А что же риторицировать, и что же обещать ядерное оружие, если твой ближайший друг, Си Цзиньпин, сказал никакого ядерного оружия. Трижды повторили официально, все что угодно. Никакого ядерного оружия. А злобная НАТО сказала, господи, крымская волость, так на здоровье стреляйте по ней сколько хотите. Это же ваша территория. Сказали они украинцам, хотя первые 10 месяцев они тщательнейшим образом избегали риторики стрельбы по Крыму. Просто не использовали. А сейчас говорят, надо здоровье, пожалуйста. А это значит только одно, они приняли решение, что они знают, что будет в результате этой вилки. Так вот, в результате этой вилки возможно только два решения. Три вернее. Первое. Применение ядерного оружия с последующим сворачиванием головы не только Владимиру Владимировичу, но и всем могучим вооруженным силам Российской Федерации, ее элитам, инфраструктуре и так далее. Второй вариант. Российские элиты понимают, что вот он час икс, когда пошла риторика применения одетного оружия, вот уже под Крымом и так далее. И сворачивает голову Владимиру Владимировичу и выдает ее к гаевскому трибуналу. Все. И третий, Владимир Владимирович быстренько убегает из Крыма всеми своими войсками и говорит, так оно мне очень-то и хотелось. И нам главное, что территория России была неприкосновенная. А Крым, ну, мы же вам ничего не обещали, в конце концов. Ну, да. Ну, или вы что хотите, ядерную войну с НАТО? Да вот и Китай против. Пошли на временные уступки, мы еще вернемся. Мы в Херсон живы. Я же рассказываю, что в Херсон вернутся, но мы еще вернемся в Крым. Подождите. И все. Все. Как-нибудь надо будет стрим провести, мы еще вернемся в Крым. Этот визит и его анализ чуть ли не более показательный. Вот он пропал, никто не анализировал его визит. Я так видел, все сосредоточились на ордере, но это ключевая вообще вещь. Даже не ордер. Ордер так важен, сколько отсутствия внятной риторики по обороне Крыма в годовщину этого самого, в кавычках, присоединения. Вот что наиболее показательное сейчас. И абсолютно бессмысленная с точки зрения паблика, прости господи, relations, публичной коммуникации, стратегической коммуникации, езда в открытие политхудожественной школы в Крыму. Никого позора остав не испытывал давно.